Кто будет лавить, тому даду, 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 вообще прям даду, вот, даду о жопе. Значит, не хочу писать большой пост, мне лень, я хочу записать, я хочу стать видеоблогером, я хочу записать этот, как его, видео, видео я буду записывать, да. Вот, значит, нас тут спрашивают, как так получилось, что гей-культура стала мейнстримом? Как так получилось, что в какой-то момент весь романтический нарратив ушел в гей-культуру? Как так получилось, что современная массовая культура все самые романтические сюжеты описывает через отношения гомосексуальные? Откуда это взялось? Вчера не было, тут раз. Значит, чтобы понять, как это все работает, нужно вначале объяснить, как, собственно, вообще работает культура. Это важно. В центре любого социального явления существует некое представление о норме. Да, это такое очень твердое ядро, в котором все очень четко, все очень правильно, и разрушить это ядро крайне трудно. Такая косточка у авокадо. Чем ближе к центру, тем оно тверже, чем дальше к краям, тем оно там условно мягче, рыхлее. И, соответственно, там условно в центре находится представление большинства о том, что такое норм. По краям находятся все возможные отклонения, девиации, все возможные варианты иного представления о поведении, о нормальности, о правилах приличия и так далее. Вот, собственно, там обычно всегда существовала геокультура. Значит, чтобы выжить в чудовищном репрессивном обществе, в котором мы все находимся, а наше общество чудовищно и репрессивно, в силу того, что мы пользуемся языком, язык страшно репрессивная штука, читайте, где ряда там все сказано. Значит, чтобы выжить в этом чудовищном репрессивном обществе, у геев было две стратегии выживания, две стратегии защиты. Первая стратегия защиты была показать себя максимально. И собственно все, кто ходили с плакатами «Бог любит всех», все, кто ходили на гей-парады, вот эти вот перья и прочее, прочее, да, все, что мы знаем. Это такая стратегия. Это стратегия показа того, что я есть, я существую, все хорошо. Вторая стратегия защиты была максимально встроиться в гетеросексуальное общество, максимально сымитировать вообще всевозможные ритуалы, правила, символику, взять их, заимствовать, взять, заимствовать и через это заимствование стать частью гетеросексуального общества, стать частью нормы, чтобы тебя перестали угнетать. Там тоже есть масса вариаций, но проблема в том, что, соответственно, естественно, если ты ходишь с плакатом или в перьях, то тебя видят. И о гей-культуре есть именно такое представление. Есть представление о том, что гей-культура именно так и выглядит. Собственно, мы сейчас в России это очень хорошо видим, когда говорят о гей-культуре, всегда говорят о том, что мы не хотим гей-парадов, прежде всего. Это очень примитивное представление о том, что такое вообще гей-культура. Она огромна и она очень разнообразна, как в принципе любая культура. Здесь абсолютно та же самая история. Так вот, вот эта имитация, она в какой-то момент... Обе эти стратегии, тут важно понимать, что обе эти стратегии, они в финале привели, собственно, к тому, к чему они привели, к определенной легализации гей-культуры в рамках нормальности. То есть, долго и тщательно, если воздействовать на любую твердую вот эту вот сердцевину, да, она в какой-то момент расколется и начнет меняться. В какой-то момент она раскололась и она начала меняться. И гей-культура стала частью мейнстрима в каком-то смысле. Вот. Чем дальше, тем больше. Значит, при этом обе стратегии и стратегия хождения с плакатом, хождение в перьях с плакатом и стратегия имитации гетеросексуального образа жизни, они были важны. Вот. И в нашем даже случае, та, которая вторая стратегия, стратегия, грубо говоря, пассивная, да, есть активная стратегия ходить и говорить, что я есть, и пассивная стратегия говорить, что я такой же, как все. Значит, эта пассивная стратегия, она, как выяснилось, была даже в некотором смысле гораздо более эффективна. Потому что, когда геи имитировали гетеросексуальный образ жизни, соответственно, они ведь, там, во-первых, у нас у всех примерно одинаково плохое представление о том, что такое счастливая семья. Во-вторых, у нас у всех примерно, ну, потому что мы живем в мире, в котором вообще, в принципе, представление о семье так-то развалилось, если что. Да, все, большинство, у большинства детей родители развились, у большинства, большинство детей живет в неполноценных семьях, у большинства, так далее, так далее, так далее. Само понятие семьи, как таковое, оно эволюционирует. Сейчас то, что мы понимаем под семьей, это, в общем, не то же самое, что понимали, например, наши дедушки, бабушки. Вот. И дальше будет, наши дети будут уже, скорее всего, представлять себе семью, как-то очень интересно, мы даже не очень хорошо себя представляем так. Значит, так вот, вот во всей этой истории геи в какой-то момент стали святее Попы Римского. Они имитировали представление о том, что такое правильная семья. Собака чихает. Вот. Они имитировали представление о том, что такое правильная семья, основываясь даже не на том, как в реальности выглядит правильная семья, а основываясь на том, как она должна выглядеть с точки зрения кинематографа, какого-нибудь, 50-х годов. Когда, до еще сексуальной революции, до вот этого бесконечного развала, до начала этого бесконечного развала. Вот. Собственно, как бы, и они вдруг в какой-то момент, благодаря вот этой имитации, благодаря тому, что они знают правила, они знают правила лучше, чем их знают, собственно, сами гетеросексуалы. Вот. В связи с тем, что они знают все эти правила, в связи с тем, что они знают все эти ритуалы, в связи с тем, что они могут не только организовать большую белую свадьбу, да, если вы понимаете, о чем я говорю, большая белая свадьба, это, как бы, такой вот, это эталон свадьбы, да, невеста в белом, юноша, значит, жених во фраке, подружки невест в розовом, значит, все родственники, троюродные бабушки, четвероюродные племянники, вот, все происходит в церкви, значит, обязательные голуби. Вот. Все, все штампы, которые вы можете себе представить, вот они все там есть. Вот так вот, геи могут не только сымитировать, не только организовать подобного рода свадьбу, зная все эти штампы и зная все эти ритуалы. Они еще и готовы сами их, они сами хотят такую свадьбу. Вместо невесты, естественно, два жениха, либо две невесты, но так или иначе, да, то есть, вот, большая белая свадьба, это сейчас прерогатива исключительно гей-культуры. Ну, мы говорим про западное общество всегда, да? И опять-таки, в связи с тем, что это все страшно кинематографично, в связи с тем, что реальная семья, кетеросексуальная семья не отвечает тем представлениям о правильности, романтике, красивым чувствам, да, вот, сказочности. Да, сказочности в реальной семье больше нет. Мы видели такое количество фильмов и читали такое количество книг про то, как семьи разваливаются, да, что, в принципе, написать, например, любовный роман современный про, не знаю, там, условную золушку, да, невозможно. Можно написать любовный роман современную про условную золушку, но там должна присутствовать БДСМ-тематика. Тогда он будет успешным, тогда в него поверят. А вот если ты попытаешься написать про гетеросексуальную обычную, совершенно вот простейшую, гетеросексуальную обычную семью, любовный роман, да, какой-то романтический нарратив представить, у тебя ничего не выйдет, потому что правды жизни в этом нет. Все-таки, вот этот романтический нарратив, несмотря на то, что он сказочный, ему требуется определенная правда жизни. При этом вся эта правда жизни сейчас присутствует в гей-культуре. Она присутствует в реальной жизни, и, соответственно, ее можно перенести в кинематограф, ее можно перенести вот в этот романтический нарратив. И в какой-то момент его стали переносить. То есть, естественно, это не произошло вчера. Изначально, как мы помним, там, в 97-м или 96-м году, или 98-м, можно погуглить, да, там, Хиллари Слонг получила Оскар за фильм «Мальчики не плачут», где она играла мальчика. Она играла девочку, которая всем представлялась как мальчика. Такая страшно трагическая история, все рыдают. И в условном 95-м, 98-м году геи на экране могут быть либо подобного рода драма, где все умирают. Это был какой-то арт-хаус, да, и там Хиллари Слонг, который получает Оскар, это прям такой... Либо второй вариант, это какой-нибудь комический персонаж, не главный комический персонаж. И как раз вот именно такой очень шаблонный, да, то, что называется, вот, с ужинками, с различного рода, ну, это, розовыми костюмами, пайетками. Есть шаблоны. Ну, вот, ну, да, с милированной челкой. Да, а потом, начиная, например, с какой-нибудь, понятно, что их было больше, мы говорим только про большие косые успехи. Начиная с какой-нибудь горбатой горы, когда два, там, хороших, гетеросексуальных, сексуальных, с некой, там, общечеловеческой точки зрения актера, да, собственно, Леджер и второй. Не важно. В общем, вот, да, вот они сыграли, значит, вот этих вот геев, у которых нет никаких вот этих вот шаблонов, шаблонов гомосексуального поведения. Вот, потом появляются вот эти вот ребята, да, значит, потом появляется горбатая гора, которая делает то, что она делает, где геи представлены невиктимизированными, где они представлены не шаблонами, где они представлены другими людьми, да, то есть, условно, ближе к понятию нормальности, и так далее, и так далее. И вот мы в какой-то момент, то есть, естественно, когда выяснилось, что подобного рода история может быть кассовой, когда выяснилось, что подобного рода история может принести успех социальный, может принести, там, актер, сыгравший гея на экране, может, там, поднять свой гонорар, и так далее, и так далее, и так далее. Когда вот это все выяснилось, благодаря, в том числе, горбатой горе, когда все вот это выяснилось, стало понятно, что есть некая золотая жила в этом месте, ее можно начинать раскапывать. И они начали ее раскапывать. И если мы посмотрим, там, например, условно, от горбатой горы до сегодняшнего дня, мы увидим некоторое количество фильмов, которые так или иначе экспериментируют с жанром, экспериментируют с этой темой. Они пытаются показать, а вот такого вот гея мы сейчас покажем, а вот такого вот гея мы сейчас покажем, а вот так, а вот так, а вот так. Как вы на это среагируете? И по тому, как люди реагировали, по тому, как фильмы собирали деньги, в какой-то момент стало очевидно, что да, тема вполне мейнстримовская, тема вполне адекватная. Вспомните Дэдпул, да, он заработал огромное количество денег, он стал невероятно популярен в сравнении со всеми остальными вот этими Марвеловскими вещами. И это тоже в определенном смысле шаг в сторону, да, он там страшно гетеросексуален, сверхгетеросексуален, но там столько шуток по поводу гомосексуализма, что ты, и они хорошие шутки, это не злые шутки, это не гомофобские шутки, это хорошие шутки, смешные шутки, геи хорошие там выходят. Вот, и в общем, как бы, понятно, что вот этот заход на поле, да, с выяснением, насколько это пространство вообще там денежно-емкое, вот, они такими, они были осторожными, и в какой-то момент, как мы видим, в конце концов, все пришло к тому, почему пришло. Вот, собственно, с одной стороны выяснилось, что геи являются носителями того представления о романтике, которое сегодня востребовано, которое было всегда востребовано. Оно было востребовано всегда, просто гетеросексуальная романтика сегодня уже так не работает, как она работает в гей-культуре. Вот, с другой стороны, это, на этом можно вполне зарабатывать, и мы видим много подтверждений тому, что люди на этом действительно зарабатывают. Вот, и с третьей стороны, вся та история, которая связана с Яоем, собственно, с Яоем, про то, что его делают гетеросексуальные девушки для других гетеросексуальных девушек. Там есть определенное психоаналитическое объяснение, почему это происходит, что конкретно происходит, зачем это происходит именно так. В принципе, оно все уместно. Да, действительно, это часть феминистской культуры, часть присвоения определенной символики. Ну, просто оно теперь выливается вот в это. Вот примерно как-то так. Продолжение следует... Продолжение следует...